Главная новость к этой минуте. Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность главы российского правительства. Произошло это сразу после того, как Госдума абсолютным большинством согласилась с предложенной президентом кандидатуры. А чуть ранее Владимир Путин, освободив от исполнения обязанности премьера Дмитрия Медведева, назначил его на пост заместителя председателя Совета безопасности России. На фоне кадровых перестановок в российской власти и предложений Путина о перераспределении функций государственных институций, главное, что было сказано в Кремле об отказе от примата международного права, осталось почти незамеченным. А ведь это и есть самое настоящее превращение России в Советский Союз в гораздо большей степени, чем появление Госсовета по образу и подобию Президиума Верховного Совета СССР или разрешение безгласной Госдуме утверждать правительство. Это означает, что Россия раз и навсегда, по крайней мере до следующих изменений Конституции, отказывается от своих международных обязательств, что над Путиным и компанией больше никого нет, что не стоит рассчитывать на уважение к международным договорам и исполнению решений международных судов. Особый привет тут, кстати, хочется передать тем западным политикам, кто настаивал на возвращении России в парламентскую ассамблею Совета Европы, мотивируя это свое решение, прежде всего, необходимостью сохранить за гражданами этой страны возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Результат, конечно, замечательный. С одной стороны, российская делегация вернулась в пассе без выполнения условий, с которыми было связано приостановление части ее полномочий. А с другой, Путин хладнокровно растоптал возможности своих соотечественников искать справедливости в международных инстанциях. Сделал их заложниками басманного правосудия. Есть такая фраза, которую я очень люблю, потому что она ничего не значит. Я могу повторять ее день и ночь. Нужно всем научиться действовать в рамках закона. Хочу еще раз подчеркнуть. И еще раз И это при том, что юрисдикция ЕСПЧ не сильно мешала российскому руководству. Процессы длились годами. Никакого серьезного влияния на махину российского правосудия они оказать не могли. Но само осознание того факта, что есть еще кто-то, кто может за тебя решить судьбу твоих крепостных, не могло не доводить этих новоявленных баринов до бешенства. Они давно хотели от всего этого избавиться, от международных судов, которые заставляли их в Устье эпизодически уважать права человека, от международных соглашений, которые заставляли их признавать территориальную целостность стран, территории которых они оккупировали. От самого понятия закона, которое больше не имеет особого значения в Российской Федерации и не должно больше никому из них мозолить глаза. И вот наконец-то у них получилось. Это и есть их настоящий транзит. Отошметка вправо. К торжеству бесправия. Чрезвычайно важно, и здесь хочу заверить вас, мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, и без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону. Значит, это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор, какого бы то ни был, противоречит Конституции, он и заключаться не должен. А если был заключен, и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации. Предложено отказаться от верховенства международного права. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Это идет речь о европейских конвенциях, о правах и свободах прежде всего, о европейских конвенциях о запрете пыток, о европейских конвенциях в части справедливости судебного разбирательства. То есть Россия хочет выскочить, ну в лице своего политического руководства, хочет выскочить из-под обязательств, связанных с правами и свободными гражданами. И здесь возникает юридическая тонкость. Елена Лукьянова нам, я думаю, сейчас объяснит. Сейчас мы ее подключим. Да, дело в том, что 15-я статья, где установлен приоритет международного права, это первая глава Конституции. И она не может быть видоизменена или отменена федеральным собранием, Советом Федерации и регионами. И референдумом не может. Поэтому здесь есть неясность, в том числе и по процедуре, как Путин собирается это делать. Ну, вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснение Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. Это не какая-то уникальная ситуация. Подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе и в Германии, в частности, и в Великобритании. А в Соединенных Штатах просто у них записано, что международное право – это дело десятое. И они так к нему и на практике относятся. Обращаю внимание на то, что международные обязательства для страны возникают с ратификацией той или иной договоренности. Ратификация оформляется федеральным законом. Законы должны соответствовать Конституции. Тут никакого противоречия быть не может. И все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа, и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем. Лжешь, собака! Ввести приоритет национального законодательства над международными нормами в условиях, когда большие и крупные державы придерживаются именно такого подхода, я думаю, что в этом есть свой резон. Почему мы должны быть большими католиками, чем Папа Римский, скажем так? А почему мы должны с опережением выполнять международные нормы, если государства, считающиеся демократическими, типа Соединенных Штатов Америки или Великобритании, в ряде случаев говорят о том, что эти международные нормы для них не вполне приемлемы или вообще не приемлемы. Многие считают, что мы должны следовать, скажем, опыту Соединенных Штатов Америки, которые вообще не признают международного законодательства, на территории Соединенных Штатов. Которые отказываются выдавать своих граждан для суда в другие государства, не участвуют в деятельности международных судов и так далее, и так далее, да? Кто сказал, что это менее демократично? Это вот так в Соединенных Штатах Америки. Мы суверенное государство, мы самостоятельно. Нам создают условия для того, чтобы мы не развивались. Вы это не понимаете? Я это очень хорошо понимаю. Никто не хочет видеть в России конкурентов. Мы будем развиваться, исходя из нашего законодательства, из интересов нашего народа. И такая конституция будет у нас. А в части уважения с соседями это двухсторонние и иные отношения. Можно развиваться по-одинечке? Кто нас уважает, того мы уважаем. Понимаете? А если мы будем развиваться по чужому рекалу, то будем горбатыми и хромыми. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, в декабре будет два года со дня принятия так называемого закона Димы Яковлева. Вы поддержали Думу по этому закону, и я хотела бы сказать вам большое спасибо за это. Жизнь показала, что решение было правильным, своевременным и справедливым. И особенно это очевидно сейчас, когда на юго-востоке Украины совершаются массовые нарушения прав детей. Депутаты помнят, что когда мы принимали закон Димы Яковлева, множество международных организаций, СМИ, буквально травили, клеймили Думу, обвиняя ее в негуманном, жестоком обращении с детьми-сиротами. Где же эти защитники прав детей сейчас? Почему безмолвствует Комитет ООН по правам ребенка? Совершенно очевидно, что это молчание связано только с одним. Сказать-то нечего. Ибо всем очевидно, Украина нарушает все международные обязательства, по меньшей мере, по отношению к мирному населению и к детям. При этом и США, и ведущие страны Запада фактически считают допустимым грубое попирание норм международного права. Я сожалею, но мы все сегодня являемся свидетелями того, что идет стремительное обесценение норм международного права. Сегодня фактически международное право действует тогда, когда это выгодно США и ведущим странам Запада. И оно превращается в ничто, в пыль, если это им не выгодно. Сожалею, но думаю, что правилен будет вывод о том, что сегодня и Россия, и международное сообщество в целом сталкиваются с глобальным вызовом. Нам придется дать ответ на фундаментальный вопрос, сохраняем мы приверженность верховенству международного права или нет. Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, что это послевоенное время ввело этот принцип верховенства международного права. Я сейчас задам этот вопрос, потому что это принципиально, коллеги, но это принципиальный момент, фундаментальный, о верховенстве международного права. Ведь верховенство международного права – это уступка государствам части национальных суверенных полномочий международной организации. Это способ вмешательства во внутренние дела. А знаете ли вы, что впервые напрямую такой принцип был закреплен в основном законе послевоенной Германии 49-го года? Именно как способ контроля международных организаций за национальными властями. И в связи с этим мы предлагаем и просим высказать вашу позицию по трем важным вопросам. Во-первых, о выходе России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, денонсации Европейской конвенции и протоколов к ней. Следует честно признать, что сегодня Европейский суд по правам человека не является символом справедливости. Оно превратилось в примитивное орудие политического давления на Россию. Более того, это канал вмешательства во внутренние дела России через судебные решения. Второе, необходимо срочно вносить изменения в закон о международных договорах. Нам нужен механизм денонсации ратифицированных договоров, если они нарушают интересы России. Хотя бы тем, что наши партнеры по этим договорам не соблюдают свои международные обязательства. И третье, встает вопрос о статье 15 Конституции, которая провозглашает это самое верховенство международного права. Я знаю, Владимир Владимирович, вашу позицию о том, чтобы не трогать главы 1 и 2. И я разделяла эту позицию до ситуации на Украине. Сегодня я думаю, что эта позиция несколько устарела. К тому же не обязательно переписывать Конституцию. Она сама допускает возможность внесения только отдельных поправок в главу 1 или 2. Все это достаточно прописать в законе о Конституционном собрании. Ваше мнение, Владимир Владимирович, нам нужно не для конфронтации, а для действий сообща в целях сохранения жизни детей и жизни всех людей, кто относит себя к русскому миру. Спасибо, извините за то, что я отняла время. По поводу изменений в Конституции, вы знаете, моё отношение к этому документу, на нём вся страна держится, вся наша жизнь. Мне кажется, нужно подходить очень аккуратно. Но нужно внимательно-внимательно в каждом конкретном случае изучать на экспертном уровне, с общественностью прорабатывать все эти вопросы, но крайне аккуратно. У нас сбалансированный документ, там, знаете, как в любом живом организме, что-то уменьшил, что-то отрастёт там, где не нужно. Понимаете, поэтому очень аккуратно. Это не значит, что он такой на все оставшиеся времена нам этот текст достался, и мы не должны думать на тему о том, как совершенствовать нашу Конституцию. Конечно, это можно делать, и нужно думать на это. Просто я призываю крайне аккуратно к этому относиться. По поводу суда европейского по правам человека. Да, действительно, я согласен. Он многие решения принимает очень политизированные и далёкие от того, для чего он создавался. Он не регулирует правовые отношения и не защищает никакие права, а просто исполняет какую-то политическую функцию. Вот один из ярких примеров, когда России штраф какой-то присудили по Приднестровью. Ну, просто вообще мы к этому не имели никакого отношения. Там, человека в тюрьме держали в Приднестровье, а России присудили за это какой-то штраф. Полный бред, абсолютно неправовое решение. Но это, тем не менее, имело место. В принципе, конечно, это возможно. Ну, пока мы там с ними всякие дискуссии ведём и, в общем, идеологии поддерживаем. Но если вот такая практика будет укрепляться, наверное, это возможно. Но на повестке дня пока этот вопрос всё-таки у нас не стоит. Субтитры подогнал «Симон»